Доброе утро, дорогие друзья! Приветствую вас на видеопортале трейдеров Utrade TV. Мы начинаем программу «Торговый план». Меня зовут Игорь Суздальцев. И сегодня у нас уже 9 февраля 2017 года, четверг. Давайте посмотрим, как завершился у нас вчерашний день. Индекс ММВБ становился на отметке 2189 пунктов минус 1,3%. 1164 пункта индекс РТС минус 1,2%. Рубль укрепился к доллару на 8 копеек. 59 рублей 23 копейки дают сейчас за 1 доллар на споте. И евро на споте стоит сейчас 63 рубля 50 копеек. Рубль укрепился к евро на 12 копеек. Давайте посмотрим, как у нас вела себя нефть, как она повлияла. Вчера, мы помним, были у нас запасы по сырой нефти. Я предупреждал, что может быть разводка. То есть на больших запасах, а API перед этим показала большие запасы, на больших запасах могут показать движение вниз, а потом резко выстрелить наверх. Давайте посмотрим, что случилось. Значит, вот вчерашний день по нефти, по дневной. Вверх одинаково, вниз одинаково. И остановились на открытии в районе 55,13. Давайте посмотрим часовой график, как это выглядело. Стартовали мы, друзья, 55,13. Была продажа. Вот. И вот у нас 18,30. У нас 18,30. Показали вниз, вошли в песочную зону, ударились в лой 54,49. И стартанули наверх пробивать. Два часа наверх шарахнули, потом спустились вниз. Но в любом случае, по сравнению с открытием часа 18,00, мы закрылись существенно выше. Торговый диапазон на этой разводке составил 1,18 доллара. Ну, еще так и умеренно. Запасы, потому что были большие, 13 миллионов баррелей, могли бы еще и доллар вниз, доллар вверх прогуляться по 2 доллара. Ну, так еще умеренно. Но, если кто-то, так сказать, прислушался к этой теме вчера, к моей, о возможной разводке, то мог, в принципе, и заработать, хотя было рискованно. Конечно, запасы очень большие. Си. Вчера укрепился рубль. И вы посмотрите на этом расколбасе. Рубль смог укрепиться. Коллеги, держат. У нас уже полгода идет политика сильного рубля. Мы это все никак не хотим принять и понять. То есть рубль пытаются укрепить при любой ситуации. РИ. РИ третий день снижалась. Сбер вниз. Третий день. Газпром. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восьмой день вниз, друзья. Ну, ждем сегодня отбоя. Андрей Мурманск вчера говорил об этом, что на девятый день должен быть отбой. Газпром. Акция. Тоже вниз. ВТБ. Все остальные фьючерсы, друзья. Надо убрать Газпром. Акция. В конец ее поставлю. А то нас путает немножко. Если надо, будем смотреть. Фьючерс на акцию ВТБ. Два дня растет. Опаньки. Роснефть. Пятый день вниз. Лукоил. Вчера, позавчера вверх. Вчера вниз. Золото наверх. Давайте посмотрим на Форексе. Значит, доллар. Доллар вчера по евро снизился. Сегодня растет. По фунтику. Вчера снизился. Сегодня растет. Доллар уже набирает, судя по всему, какие-то у нас баллы. По иене наоборот. Вчера доллар вырос. Сегодня снижал. Нет, вчера правильно. Вот вчера же. Вчера снизился доллар. Сегодня растет. Та же картина. Коллеги, доллар сегодня пытается взять реванш. По франку тоже самое. Вчера снизился. Сегодня растет. Одинаковая картина у нас. По канадцу давайте посмотрим. Та же картина. Вчера снизился. Сегодня растет. Да, пока по всем фронтам доллар, друзья, возвращается. По австралийцу. Вчера снизился доллар. Сегодня растет. И пытается пробить, кстати говоря, восходящую линию тренда по австралийцу. Новозеландский доллар. Вчера снизился доллар. Сегодня доллар растет. Картинка абсолютно одинаковая. Друзья, даже приблизительно пропорции одинаковые движения. Золото, друзья. Это у нас минутный график. Не пугайтесь. Золото. Доллар вчера снизился. Сегодня растет. Та же картина. И перебро давайте посмотрим. Вчера доллар снизился. Сегодня растет. Да, по всему фронту. Чем полезно утром пробежаться по всем линиям? Видно тренд. Тренд укрепления доллара. Сейчас в моменте. Скорее всего, это отразится и на нефти, и на российском фондовом рынке. Мы помним, что когда доллар доминирует, это уже было, мы с вами торгуем не первый день. Когда доллар доминирует, он затаптывает все, в том числе и российский фондовый рынок. И поэтому сегодня сильно, даже с этой точки зрения, кидаться в покупки рубля или фондового рынка надо осторожно. Причем рубля можно, потому что рубль пытается вообще вывести из-под влияния мировой экономики. А вот фондовый рынок более уязвим. Даже вчера, посмотрите, фондовый рынок снизился, а рубль все равно укрепили. Пусть на 8 копеек доллара, но укрепили, смогли, туда бросили деньги. Приоритеты понятны. Валютная политика сейчас преобладает надфондовой. Далее, друзья, давайте посмотрим новости мировые. Значит, три больших скандала в США, которые, на мой взгляд, должны оказать влияние на доллар, они вчера и оказали. Вот это были причины, один из причин, почему доллар вчера подсаживался. Но прежде всего, вчера выяснилось, что премьер-министр Синдзе Абе приедет в Штаты и будет жить на курорте, принадлежащем Трампу. Ну, вы помните, мы его обсуждали, когда он там акционеров кинул, Трамп. Значит, как он, Малах, сейчас, Малах, Маралагу. Где, помните, он изменил условия и перестал деньги возвращать акционерам по договору. И когда те стали жаловаться, он говорит, а вы уходите. Я изменил договор, вы ничего не докажете там в суды сейчас. Так вот, в этот Маралагу он принимает Синдзе Абе. А по Конституции президенту запрещено получать доходы от иностранных лиц. А так получается, он управление компанией не сдал, Абе приезжает в ее курорт, платит деньги. Это же не бесплатно все. То есть коррупция чистейшей воды. Америка, конечно, бурно обсуждает это все. То есть пацан прямо сказал, Америка теперь моя частная собственность. Я буду что хочу, то и делать. Я буду делать бабки. А вы там долбитесь, как хотите. Вот весь, так сказать, простой секрет Дональда Трампа. По-хорошему, его должны им печнуть уже сегодня вечером за использование служебного положения в личных целях. Нет? Я поражаюсь. Вторая новость еще смешнее. Трамп. Вы помните, Нордстрем отказался продвигать линию Иванки Трамп, Иванки Кушнер, теперь его дочери. Объясняет это тем, что упал резко, вот как Трампа избрали, сразу резко упал спрос. На самом деле, ну, такая позиция. Не хотят они, они его не любят явно и не хотят с ним ничего общего не иметь. Он написал твиттер, осуждающий Нордстрем. Говорит, что его дочь хорошая, надо ее бизнес продвигать и так далее. И этот твиттер повторили не только на личном твиттере, но и на твиттере потус. President of the United States, официальный. То есть он даже использует официальный твиттер, строго для государственных целей, который предназначен, чтобы развивать бизнес своей дочери. Слушайте, пять лет назад он бы уже не работал. Я вам серьезно говорю. Это настолько коррупция прям крупными буквами. Нифига себе. Это возмутило людей тоже вчера еще больше. И что случилось вечером? Вечером случилось, что Доу Джонс снизился, а Нордстрем акции революционеров новых, понимаете, на 4,1% выросли. Сразу ух! Вот тебе Трамп, вот как тебе большой бизнес относится, понятно. Но это еще не все. С большим бизнесом понятно. Малый бизнес, бедные люди. Магазин TJ Maxx отказался рекламировать Иванку Трамп. Вещи не убрали, они бедные там магазины. Поэтому просто так кинуть на склад вещи, как Нордстрем, они не могут. Они их продают, но рекламу сняли. Это плохо для Трампа. Он же говорит, что он для бедных все. The people. А магазин для бедных отказался рекламировать, потому что люди отказываются покупать. Это ж понятно. У Трампа проблема. Но самая главная проблема вчера была. Не он, не Абе, не дочка, жена. Что с женой вчера приключилось? Жена Мелания Трамп работала в юности, ну как пишут, в эскорт-агентстве. А Daily Mail, британская газета, написала, что она была проституткой. Ну в общем эскорт-агентство и проститутки, это такое, знаете, близкие понятия, без всякого, так сказать, оскорбления. Вот на чуле сторону цитирую Daily Mail просто. И она подала в суд на них, на Daily Mail, и значит она что, когда идет разбирательство, естественно, и она говорит, что ее оболгали, понятно, не была она проституткой по ее версии, и объясняет причину, почему она пострадала, почему ей надо выплатить компенсацию. Потому что, цитирую, как первая леди, она потеряет major business opportunities, главные деловые возможности для бизнеса, и multi-million dollar relationship, и мультимиллионные доллары отношения, отношения с богатыми людьми. Так вот эта фраза, она теряет главные бизнес возможности, всех повергла в шок, конечно. Первой леди нельзя заниматься бизнесом, даже дети обязаны передать деньги в слепой трасс, чтобы не иметь отношения, чтобы не было коррупции, чтобы не было подозрения, что они используют должностное положение для личных целей. А Мелания вышла, говорит, а у меня потеряю главные деловые возможности. Ну, блин, коррупция крупными буквами. Какой доллар? Он сейчас должен завалиться просто в ноль. Сиэтл, город крупнейший, индустриальный, просит банк, крупнейший банк, один из крупнейших банков Америки, Wells Fargo, покинуть Сиэтл из-за того, что Wells Fargo начал финансировать проект Трампа. Dakota Access Pipeline, нефтяную линию Dakota, нефтепровод Dakota. Пожалуйста. Ну, то есть, со всех сторон все валится у америкосов. Это вообще, я вижу, что Wall Street пишет, что вообще-то шансы на рост, аналитики пишут, они-то вообще-то сейчас уходят. Потому что Трамп, это не то, что от него ждали. Ну, так наконец-то мозги проснулись хоть у кого-то. Далее, друзья, Brexit. С Brexit там тоже большая проблема. Вы знаете, что палата представителей Британии, значит, одобрила выход из Британии. Ну, естественно, все сразу начали выход Британии из Евросоюза. Естественно, Goldman Sachs тоже закрыл лондонский офис. Хедж-фонд ликвидирует или сокращает там по разным, так сказать, подразделениям разное. Ну, Goldman, короче, уходит из Лондона. А почему? Даже европейцы уезжают. Почему? Потому что Мэй заявила, что как только Британия выходит из Евросоюза, разрешение на пребывание европейцев в Британии не будет продлено автоматически. Опаньки не будет. То есть она, по сути, выгоняет европейцев. Сейчас им выкатят. И фунт падает. Фунт будет падать на перегонки просто с долларом. Две валюты обреченные. И, наконец, следующая новость. Международный бизнес ринулся в Бразилии. Вот, зараза, в чем, понимаете, в чем капкан. Мы-то думали, что к нам хоть кто-то. Нет, от нас чем дальше, тем лучше. Мы не смогли привлечь, к сожалению. Бразилия, да. Покупайте бразильский реал. Баблосы там пойдут сейчас немерено. По сути, все, кто бежит из Британии и США, бежит в Бразилию. Значит, что по России, друзья? Ну, вот тихое маленькое сообщение, которое называется так. США подтвердили сохранение антироссийских санкций до возвращения Крыма в Украину. Все. Хватит мечтать. Мы только сидим от санкций отменить. Санкции. Да все уже объявили. Кресс-секретарь США сказал, все подчеркнул, причем наш интерфакс везде сегодня раскидал. Кредит-свист тоже начал расследовать деятельность сотрудников московского офиса. Не буду углубляться, там очень серьезная тема. Ну что, друзья, давайте спросим у монеты, что она думает на этот счет. Пайсел. Две стороны монеты. Показываю, чтобы вы понимали, что у нас все по-честному. Оп. И монета показывает сегодня бай по нефти. Ну, сейчас. 9 февраля давайте отметим бай. Я за любой кипиш, кроме колодовки. Это понятно. Поэтому бай я бы очень был за. Но, друзья, давит доллар. Поэтому бай сегодня будет потруднее организовать. Ну, давайте будем надеяться на бай. Скажем так, в голове его держать не будем, но будем надеяться на бай. Российский фондовый рынок. Жду боковик. Расти нам не с чего. По американскому доллару. Я не понимаю, не очень понимаю, на чем его сейчас выталкивает. Но все новости главные вчера отыграны. То, что я вам озвучил, это было ночью. Доллар уже пострадал. Утром начался некоторый откат. Такое впечатление, что у нас теперь режим работы такой. От Трампа до Трампа. То есть, Трамп засыпает, доллар растет. Вот такой впечатление. Трамп приходит, доллар падает. Вот так. То есть, у нас получается, вот где-то часов до пяти, когда он там просыпается, часов в девять, наверное, в десять начинает выступать. То есть, до шести вечера доллар можно покупать, получается, и держать. Вот при этом раскладе, да? А после шести, когда Трамп проснулся, лучше его уже сбрасывать и, так сказать, и не мудрить. Пока вот такая. Вчера вот такой был рисунок. Посмотрим, что будет сегодня. Поэтому моя идея сегодня. С утра. Да, с утра, наверное, так сказать, нефть и, так сказать, российский фондовый рынок вижу в банковике. А доллар с утра может подрасти. Может, во всяком случае, вижу. Потому как азиатская сессия себя провела. Вот эти все новости отыграны вчерашние, да? Но в шесть часов будет Трампа, начнутся новые новости. Поэтому вечером продажа доллара выглядит, как такой реальной торговой идеей. Спасибо, друзья. Всем удачи.